Всем хай, с вами попугай, и сегодня я вам расскажу, почему держать попугая без друга это преступление. Сейчас я вам покажу попугаев в дикой природе. Как вы могли заметить, волнистые попугаи стайные птицы, им хорошо только когда они окружены сородичами. Но заводить по 100 попугаев никто себе позволить не может, так что же делать в такой ситуации? Чаще всего люди заводят себе птичку, чтобы научить ее говорить. Но если ваш попугайчик все-таки не заговорил, многие просто оставляют его в качестве питомца, с ним уже не занимаются обучением и разговору. Ему просто периодически меняют корм и воду. Именно в таком случае стоит заводить вашему попугайчику друга, они будут вместе общаться и им будет не так одиноко. Так что если у вас нет огромного количества времени, которое вы можете уделять своему волнистому попугаю, обязательно купите ему вторую птичку. Конечно, если вы все время находитесь дома и можете уделять своему попугаю все свое свободное время, тогда не обязательно покупать второго попугая. Но я думаю, что у вас не такая ситуация. Многие уверены, что если заводить двух попугаев, то они уж никогда не будут ручными. Это не так. Два попугайчика тоже могут быть ручные, просто разговаривать они будут на своем попугающем языке. Так что если вы хотите просто ручных попугаев, их может быть несколько, а если вы хотите говорящего попугая, то он должен быть обязательно один. Вам может показаться, что ваш попугай очень сильно вас любит, и никого другого он уже не примет. Но это не так. Он, конечно, может очень хорошо к вам относиться, но если у него будет друг попугай, лишним для него это точно не будет. Посмотрите на моего попугайчика Филю. Он ручной, и ему у меня не так плохо. Но давайте включим его в видео, где говорят другие попугайчики. Как вы видите, он сразу же хочет с ними пообщаться, хотя не видел он их больше месяца. А теперь я отнесу его к своим попугайчикам, и вы посмотрите на его реакцию. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Думаю, Филли тут очень нравится, такая огромная компания-попугай. Вот это вот брат Филли, ему примерно в 2 месяца 10 дней. Вот это вот папа Филли, вот так выглядит мама Филли, а вот это вот дедушка Филли. Вот это дядя Филли, Арчи, когда-то он у меня был говорящим. А это сестра Филли. Филли уже адаптировался, летит ко всем, хочет общаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спасибо за просмотры, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока! Спасибо за просмотр!